Лёд тронулся. Голова ледохода развивается на участке 970 километров выше Наринмара. Проблема в квадратных метрах. Из-за отсутствия площадей в окружной поликлинике невозможно установить новый рентгенаппарат. Впрочем, власти региона убеждены, выход из ситуации есть. Пройти перезагрузку решили начинающие и действующие предприниматели округа. Для них в окружной столице открыли школу бизнеса. Его будущее сейчас в руках людей. О судьбе медвежонка-сироты расскажем в материале выпуска. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Нижалова. Голова ледохода развивается на участке 984-970 километров выше Наринмара, ниже по течению до щели Юра, ледостав с закрайными. В районе Усцильмы начался местный ледоход из-за вскрытия рек Ижма и Цильма. По информации окружной гидромедстанции Наринмар по состоянию на 8 часов утра 14 мая в районе Харуты на реке Адзьва и в районе Харивера на реке Колва ледостав. В Коткино на реке Сула ледостав с закрайными. В районе Волоковой на реке Пеша редкий ледоход. Купить билеты на субсидируемые рейсы Коми Авиатранс из Наринмара в Москву можно будет с 15 мая. Об этом на оперативном совещании при главе региона доложил его заместитель, руководитель департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ Александр Лидер. Авиакомпании предстоит выполнить 16 рейсов. Контрактам гарантировано, что каждый взрослый пассажир заплатит за билет не более 9 тысяч рублей. Билет для детей в возрасте от 2 до 12 лет будет стоить 4,5 тысячи рублей. Самолеты будут летать по субботам со 2 июня по 15 сентября. Также, согласно условиям контракта, пассажировместимость воздушных судов должна составлять не менее 50 посадочных мест. Норма бесплатного провоза багажа на пассажира должна составлять не менее 23 килограммов, а вес в ручной кладе не менее 10 килограммов. Авиакомпания намерена выполнять рейсы на самолетах Embraer RJ-145. Напомню, поручение проработать вопрос организации таких рейсов из Наринмара в Москву на период летних отпусков в окружному профильному департаменту было дано в Рио губернаторам НАУ Александром Цибульским. Доступно и строго по графику. Наринмар и поселок Искатели свяжут новый автобусный маршрут. Поручение расширить сетку автотранспортного предприятия профильному ведомству и мэрии поступило от главы региона Александра Цибульского. Соответствующие просьбы к нему обратились жители. Автобусный маршрут поселок Искатели, аэропорт Наринмар и обратно планируется запустить 1 сентября этого года. Специалисты оценили планируемый пассажир в оток и определили потребности в количестве и времени рейсов. Об этом на оперативном совещании сообщил руководитель департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Разработан паспорт маршрута, направлен ГИБДД на согласование. Грутостой выполнен расчет стоимости проезда. Экономически обоснованный тариф составляет более 70 рублей. Стоимость проезда планируется составить 37 рублей. То есть будем компенсировать. Значит, все идет по плану. 1-го, 9-го, надеемся, все запустим. Сейчас полученные данные обобщаются, формируется расписание нового автобусного маршрута и расчет субсидий из бюджета округа. Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам. Предварительно было учтено количество потенциальных пассажиров. По пути следования маршрут пройдет через микрорайоны Сахалин, Лесозавод, Мирный, Новый поселок, Наринмар-Вилледж и Факел. А накануне, по просьбе жителей Кармановки, была изменена схема движения маршрута номер 6. Мы ввели новый маршрут 6. То есть мы внесли изменения в его движение. Это сделано по просьбе жителей Кармановки. Ну, в общем, сейчас его запускаем, посмотрим, какой это получит эффект. Прошли как бы все согласования и с депутатами, и с нашими. То есть на общественном сайте у нас все вывешивалось. Вместе с тем, графику движения может помешать дефицит кадров. В городе не хватает водителей категории D. Обучение профмастерству в окружных учебных заведениях составляет недешево. Свыше 50 тысяч рублей. По идее у нас сейчас три вакансии. То есть если введем новый маршрут, опять появится необходимость. То есть как-то нам нужно подумать, может быть, сделать какое-то целевое обучение. Как вариант обучать специалистов в рамках трехстороннего соглашения. Перед властями города и округа стоит непростая задача. Не сбиться с автобусного графика. Автобус ждут при любой погоде. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Глава региона Александр Цибульский поручил заменить старый рентгенаппарат в поликлинике Наринмара. Как сообщил в ходе оперативного совещания руководитель Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты Сергей Свиридов, имеющийся рентгенаппарат во взрослой поликлинике Нинецкой окружной больницы невозможно эксплуатировать в связи с отсутствием расходных материалов. Оборудование морально устарело, а пленка, на которой изготавливаются снимки, уже не производится. На сегодняшний день пациенты, которым требуется обследование в рентген-кабинете, направляются в лабораторно-диагностический центр по улице Авиаторов, где установлен цифровой аппарат. В клинике диагностической лаборатории, где в новом корпусе, там рентген работает, он цифровой. Цифровой очень большой плюс в плане качества снимков, соответственно, прием пациентов будет там. Возник вопрос по неотложной помощи, когда идет прием в поликлинике хирургом и травматологом. Организована доставка пациентов. Как заверил Сергей Свиридов, для отправки пациентов с травмами из поликлиники на снимок организован дежурный транспорт. Руководитель ведомства пояснил, что приобретение нового оборудования в данный момент затруднительно. По его словам, проблема заключается не столько в финансировании, сколько в отсутствии в поликлинике помещений с необходимой по современным стандартам площадью. А сколько стоит рентген? Ну вот есть наверняка модели более компактные. 20 миллионов стоит, но по характеристикам, то помещение, которое в здании взрослой поликлиники, его нельзя разместить. Как старый? По площади. Старый он помещался. А что, есть только одна модель рентгена? Нет, нет. Мы смотрели, мы, Александр Анатольевич, посмотрели все модели, которые производятся. Его там по тем помещениям, которые есть, нельзя разместить. Мы не пройдем лицензирование. А как старый ты стоял, я не могу понять. Ну старый стоял, что лицензирование. Когда получали лицензию по старому, были другие требования. Я себе не могу представить поликлинику без рентгена. Я хочу предложение. Меня не устраивает такой подход. Думайте, как его сделать. Хорошо. И нам надо, если вышел из строя рентген, значит, запланировать деньги, купить рентген в поликлинику. Нормальный, современный, небольшой, который в это помещение поместится. Или думать, что сделать переосносить или переоборотить помещение. Но это так невозможно, честно скажу. Ну что такое? Вы представляете, вот вы пациент. Вы пришли, и вас на рентген отправляют на другой конец города. Рентген сделать, я еще понимаю, там компьютерный томограф, МРТ. И то это уже должно быть в поликлинике. Сейчас просто закроем поликлинику, давайте в больнице все это сделаем, в одном месте. Тогда так давайте. Меня не устраивает, думайте. Глава региона поручил руководителю окружного профильного департамента найти решение для оснащения рентген-кабинета поликлиники. По предварительным расчетам, стоимость нового цифрового рентгенаппарата составит порядка 20 миллионов рублей. Илья Сахаров, Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Спасибо. Чтобы быть успешными и конкурентоспособными на рынке товаров и услуг, предприниматели должны идти в ногу со временем. Для тех, кто заинтересован в развитии собственного дела, в регионе открыли школу бизнеса. Это федеральный образовательный проект, разработанный деловой средой от Сбербанка совместно с Фондом поддержки предпринимательства и Центром развития бизнеса НАУ. В рамках обучения запланированы два семинара и два вебинара с участием ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей. На одном из семинаров побывала наша съемочная группа. Руководитель туристической компании «Арктика рядом» Андрей Николаев о пользе таких семинаров для предпринимателей знает не понаслышке. Признается, изменить подход к развитию собственного дела ему помог форум предпринимателей «Бизнес-завод». От обучения в школе бизнеса руководитель туристической компании ждет не меньшего эффекта. После того семинара как раз из ИП мы превратились в туристическую компанию. Вот у нас появился логотип, у нас появилось название. Очень много всего изменилось. Мы тогда рушили просто-напросто все свои соцсети. И когда я получу информацию о том, что нечто подобное будет повторяться, я даже не задумываясь, решил, что конечно же я буду участвовать. Еще одна участница школы бизнеса Ирина Мартынова. Шесть лет она возглавляет туристическое агентство открытия. Несмотря на столь внушительный возраст собственного дела, Ирина уверена, новые знания лишними никогда не будут. Я всегда поддерживаю эту идею, что надо развиваться, двигаться вперед. И спасибо Центру развития бизнеса, что они нам дают эту возможность. И дают эту возможность бесплатно. Это очень ценно для нас, для жителей именно Наринмара и округа. Очень хорошо сработала в этот раз рассылка. И вот благодаря интернету я увидела, что будет проходить это мероприятие, зарегистрировалась и пришла. Очень рада видеть здесь всех своих знакомых и друзей, которые также двигаются вперед, развиваются и делают на этом большой акцент. Участники школы бизнеса на семинарах узнали о том, как построить долгосрочные отношения со своими клиентами, через какие ресурсы можно продвигать свои товары и услуги и многое другое. Своими секретами и знаниями с ними поделились ведущие эксперты и успешные российские предприниматели. Наши эксперты – действующие предприниматели, успешные бизнесмены. То есть все тренинги, которые проходят, это именно практикум. То есть здесь нет начитки каких-то лекций. То есть здесь идет серьезная работа предпринимателей. Прокачка в части маркетинга и в части работы с клиентами. Вчера очень была динамичная работа по привлечению клиентов, по формированию эффективной клиентской базы. А сегодня мы плотно работаем маркетингом, продвижением своих товаров и услуг в интернете. О том, как продвигать свои товары и услуги в интернете, предпринимателем из Нинницкого округа рассказал основатель компании «Тейкаут Маркетинг», эксперт по интернет-аналитике и успешный бизнесмен Кирилл Шишлов. У меня есть собственное производство одежды, компания по дезинфекции, директизации, веб-студия полного цикла, интернет-ретейл детских товаров, производство рекламной продукции 1500 квадратов производственных мощностей. Поэтому я делюсь практикой, делюсь опытом, который можно применить на практике. И эта информация, на самом деле, для них должна быть цена, потому что, чтобы получить и пройти это все, зачастую приходилось тратить очень много денег. Как отметил успешный российский предприниматель, отличительная особенность участников школы бизнеса НАО – желание работать над собой и развитием собственного дела. Я вам однозначно могу сказать, вы не потеряны для IT-сообщества, поэтому при том желании, которое есть у ваших предпринимателей, на самом деле, можно далеко пойти, но самое главное – это, конечно же, желание. Оно очень ярко выражено, на тренинге это стало понятно, поэтому если у вас ребята будут развиваться и хотеть выйти в интернет, то у них все это замечательно получится. На самом деле, отклик очень хороший по сравнению с другими регионами. Как отмечают сами участники семинаров, знания, полученные на занятиях школы бизнеса, будут активно применяться на практике. Я стараюсь все записывать, возвращаться к этим записям и применять максимально, потому что технологии идут вперед. Если мы хотим оказывать хорошие услуги, мы должны пользоваться современными новыми технологиями и знаниями, которые нам дают. Благодаря федеральному образовательному проекту школы бизнеса Неницкого округа, разработанному деловой средой от Сбербанка совместно с Фондом поддержки предпринимательства и Центром развития бизнеса НАУ, порядка 50 начинающих и действующих бизнесменов смогли пройти обучение. Впереди их ждет еще два вебинара. В завершении все они получат сертификаты. Медвежонок-сирота, который был доставлен в Наринмар, будет отправлен в специальный медвежий питомник в городе Тверь, где его подготовят к самостоятельной жизни на воле. Напомню, необычный груз был доставлен в окружную столицу в минувшие выходные. Борт вертолета Ми-8 привез из Каратайки полуторамесячного медвежонка. Его на время приютили в заповеднике Неницком. Причину, по которой Косолапый остался без мамы, выясняют правоохранительные органы. Молоко и молочные каши с фруктами полуторамесячный медвежонок получает на завтрак, обед и ужин. Чем кормить Косолапого сотрудники заповедника узнают из интернета, ведь такой постоялец у них впервые. До сих пор не удалось установить и пол малыша, поэтому гость заповедника пока без имени, но под пристальным вниманием. Пока специалисты выхаживают медвежонка, полицейские выясняют причины, по которым он стал сиротой. Ясно одно, если бы Косолапого не доставили в Наринмар, один в тундре он бы погиб. Медвежонка привезли позавчера, не очень хороший, конечно, он в состоянии был. Лапа таскалась, видимо, может придавлена была, может где-то ушиб. Но очень зашуганный был, боялся всего, любого звука. Сейчас вроде нормально, два дня очень мало. Специалисты оберегают Косолапого от общения с людьми. Это может навредить его дальнейшей реабилитации в естественных условиях. Сколько времени малыш проведет в Наринмаре, пока неизвестно. В настоящее время рассматривается вопрос о его доставке в Тверь, где расположен центр реабилитации «Медвежат». Это единственный специальный медвежий питомник в России, где Косолапых готовят к самостоятельной взрослой жизни. Центр реабилитации готов принять «Медвежонка». Сейчас решается вопрос с оформлением необходимых для перевозки документов и доставки в Тверь. Есть в Тверской области центр реабилитации таких медвежат, где по специальной методике медвежата доращиваются до того возраста, когда они самостоятельно себя могут вести в природе. И, в принципе, выпускаются в естественную среду, где медведь не имеет привычки к человеку. Ежегодно в центр попадают более 10 детенышей Косолапых со всей России, которые по разным причинам остались сиротами. Заботятся о них до 7 месяцев. Реабилитация проходит в строгом соответствии с методикой выращивания медвежат-сирот для последующего их выпуска в естественную среду. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Зарядка со стражем порядка. В целях пропаганды здорового образа жизни полицейские совместно с Общественным советом при управлении и Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо» в спортзале детско-юношеского центра «Лидер» провели с юными динамовцами Федерации тэквондо Ненецкого округа зарядку. Ручку вверх, левую ручку внизу вставляем. На раз-два. Раз-два растягиваем, применяли руки 34. Раз-два-три-четыре. После энергичной разбинки сотрудники окружной полиции продемонстрировали юным спортсменам силовые приемы борьбы, которые используют полицейские при обезвреживании и задержании вооруженных преступников. Также делаем расслабляющие, берем руку, вытягиваем. Раз-два. И сопроводили. Разбившись на пары, юные динамовцы с энтузиазмом пытались повторить все приемы, показанные стражами порядка. Ну а после, облачившись в защитную амуницию, спортсмены в спарринге продемонстрировали полицейским мастерство ведения боя с противником. Хочется пожелать подрастающему поколению от лица сотрудников полиции, от общественного совета при управлении ВД России по Нинско-автономному округу, всем молодым заниматься спортом, активным образом жизни, физкультурой, ну и, как говорится, кто уже занимается, высоких спортивных достижений. Зарядка с полицейскими детям очень понравилась. Некоторые из них теперь мечтают работать в полиции и защищать жителей города от хулиганов. Кирилл Иванов, Александр Бабрякович, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Это все новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...